Субтитры делал DimaTorzok В 1986 году на территории бывшего Советского Союза на Украине в районе Чернобыльской атомной станции произошла серьезная техногенная катастрофа, повлекшая смерть десятков людей и получившая резонанс по всему миру. Шли годы, постепенно боль от тех событий стала притупляться, но спустя 20 лет начавшая зарастать рана вновь напомнила о себе. В зоне отчуждения, непригодной для работы проживания, по понятным причинам отзороженной от простых людей больших дорог, произошел второй мощный взрыв, приведший к страшным и трудно объяснимым последствиям. Зона начала активно расширяться, вырос уровень фоновой радиации, стали появляться локальные участки поверхности с неизвестной аномальной активностью, воздействие которой на живые организмы неизменно приводило к виданным до сих пор мутациям механической материи. Ради этой добычи сталкеры были готовы мириться с суровыми условиями жизни и практически выживать во враждебной среде в надежде на удачу и хороших заработок. Один из таких сталкеров, некий бродяга по прозвищу Клим. В зону Клим прибыл довольно недавно, но несколько с другой целью. Его манил не поиск артефактов, а желание разгадать давнюю тайну, которая в корне изменила его жизнь. Еще до первой катастрофы Клим проживал в небольшом городке Чернобыль-1, где волей случая, за несколько дней до события, он стал владеть информацией об аварии на станции, которая должна произойти в ближайшее время. И тогда же он узнал, что подобное может повториться спустя 20 лет. Владея этим прогнозом, но не зная, как к нему отнестись и мало что понимая, семья Клима все же тогда покинула город. А через несколько дней произошло предсказанное событие. И уже 20 лет спустя случился и второй катаклизм, приведший к образованию аномальной зумы. Чтобы выяснить, что же это тогда произошло, было ли это слепым совпадением или катастрофа была кем-то спланирована, Клим направляется в запретную зону. Немного освоившись на окраинах, он возвращается, изменившись до неузнаваемости в Чернобыль-1. Ох, невозможно. Суки. Башка. Ой, башка раскалывается. О, господи. Давайте его уберем. На нас сразу нападает контролер, его кто-то отвлекает и мы его пока убиваем. Помочь Скифу. На мини-карте кто-то у нас есть, давайте. Скиф. Мы походу... Привет, брат. Ну вот, в принципе, и все. Получается, что на нас напал контролер, нам помог этот сталкер. Спасибо. Новое лицо в зоне. Очередной охотник за артефактами, пожалуй. Ну и как твое самочувствие, охотник. Благодарствую. Вроде бы уже лучший контролер все же изрядно потрепал. А так да, я сюда за приключениями прибыл. Ты подзаработать не помешает. Вот и хорошо, а поблагодарить не стоит. Короче, здесь огромный диалог. Он рассказывает о том, что здесь некая энергетика. То, что он тоже пришел сюда на заработки, думал, заработает и вернется обратно. А не тут-то было, типа, здесь такая энергетика. И так со всеми. Также он рассказывает о положении, которое здесь, о сталкерах, о свободовцах, долговцах и так далее. Ну что ж, приятно познакомиться. Моё имя Клим. Если хотите, вот, почитайте. Поставьте на паузу. Я уже все сделал. Ладно. Моё имя Клим. В зону я только пришел, но озы безопасности мне уже разъяснили. Правда, похоже, забыли предупредить про коварство контролеров. Если бы не твоя своевременная помощь, скиф даже не зная, что бы я сейчас представлял из себя. Это хорошо, значит, лишний раз за тобой не придется приглядывать. Не залезешь в аномалию какую, не захочешь погладить зверушку диковинную. В принципе, если у тебя есть какие-то вопросы, то можешь их смело задавать. Сейчас мы в нашем лагере, место относительно безопасное. Могу ли я тебя как-нибудь облагодарить за помощь? Да не стоит. Почему бы хорошему человеку просто так не помочь? Давай лучше я тебе кое-что расскажу. О здешней обстановке и больше разговорами нагружать не стану. А то я вижу, устал ты пока сюда до Чернобыля один добирался. Да еще и контролер этот. Был бы неплохо, рассказывай. Аномалий здесь хватает. Мутантов предостаточно. Причем можно встретить как мелкую осыпь, так и крупную. Ребята недавно рассказывали, что логово Химеры обнаружили. Из сталкеров помимо нас есть еще и дуалов. Сам понимаешь, без них никуда. Недавно наемники появились. Знаешь, мы стараемся жить совсем мирно, чтобы если погибнешь, то хоть не обидно было, что в таком месте был убит себе подобным. Так что, вкратце, картина такая. Картина ясна. Техник, торговец, медик в лагере есть. Конечно, лагерь у нас хоть и не такой большой, как на Ростке, но пару батонов и аптечку с бинтом купишь. У них там торговец, в котором можно все что угодно купить, а он тут... Механиков у нас аж двое. Лидер долга, штурман. И местный сталкер Шайба. Кстати, на первом этаже здания расположен бар. Заглядывай, там весело бывает. Благодарствую, Скиф, пожалуй. Я сейчас немного отдохну, а то что-то притомился. Конечно, отдыхай. Не каждый раз под контролера попадешь. Если буду нужен, то я пока здесь буду. Но и так просто заглядывай. Поговорим о том, о чем может, работенка подвернется и какая? По рукам. Ну, тут, собственно говоря... Вот такое наше снаряжение. Отдых. Заглянуть в бар на первом этаже. Эх, выпить бы сейчас, да закусить. Скиф, кажется, что-то там говорил про бар. Надо бы туда наведаться. Мне немного смущает, что здесь вот имеются вот такие вот костры, которые, по сути, не горят, но свет от них идет, как от горящих костров. Так, у него здесь нет ничего. Ну что ж, у него есть задания, хоть у нас сейчас вот именно толковых заданий нет никаких. Давайте сбегаем в бар, и вы сами в этом убедитесь. Привет, брат! Здесь у нас имеется медик. Так, вот у него можно прикупить медикаментов. А, сам вот и, собственно, вход в бар. Ничего себе, вольный сталкер в таком костюме. Так, я чихнул. Это, конечно, на секунду запись. Ну, здорово. Вот решил заглянуть, отдохнуть, так сказать. Это, кстати, у нас местный бармен. Степаныч, впервые тебя здесь вижу. Ну, а так всегда рады новым лицам. Мне бы выпить да закусить. Ох, спасибо. Сейчас вы увидите новую анимацию. Вот это я понимаю. Вот анимация здесь, конечно, крутая. Вот и всё. Выполнили мое задание. Теперь у нас нет ни одного задания. Доставь меня в покое, и без тебя проблем хватает. Вот какой-то странный винторез. Что хотел заметить, что... Что у каждого из сталкеров есть отдельный диалог. Вот, например. Нет, у этого, у этого, кстати, нету. Интересно. Вот, давайте с барменом поговорим. Какая мечта может быть у сталкера? Ну и вот он нам рассказывает. Насчет домику Средиземного моря. Ну, вот тут, собственно, торговец. Чего-то интересно, как бы шлем заслон. Моделька у него такая. Вот, ну, вот наш комбинезон. Мы можем продать ему спокойный артефакт за 3200, он нам не пригодится. На эти деньги... Хабар пошёл с этим... Для калашникова можно... Пришёл, значит, сталкер к доктору. Ну, прицелов у него нет. А медикаменты я спокойно могу купить. Это от депрессии. Это медик. Спасибо, доктор, спасибо. Спасибо, а у вас, кроме водки, ничего нет? Ха-ха-ха, класс. Давайте посмотрим. Я хочу просто посмотреть анимацию. Просто ради интереса. Я думаю, вам тоже будет интересно. А нет, видите? Здесь нет ничего подобного. Это... То есть, понимаете, что... Эта анимация у нас будет не всегда, а только вот в таких вот небольших кат-сценках. Ясно. Ладно, давайте установим глушитель. Что это у нас такое? Ладно. Так, и давайте вернёмся к Скифу, потому что... Как вы понимаете, именно у него сейчас у нас предстоит заданица. Так же, может быть, стоит прикупить медикаментов. Не знаю, не знаю. Может быть, одну аптечку и вот бинтов прикупить. Вот так. Ещё у неё есть интересный диалог. Попадал ли ты в ситуации, когда казалось, что уже нет выхода? И здесь вот видите... Это вот, конечно... Ой, особенность данной модификации, то, что... Можно нам с каждым сталкером поговорить. У неё будет какой-то особенный диалог. Это довольно прикольно. Скиф, я привык брать БК за рога. Ты говорил что-то про работу? Есть что-то на примете? У нас есть такое понятие. Большая охота. Мы после выбросов устраиваем совместные рейды на крупные аномальные скопления с целью поиска артефактов. Так что давай с нашими ребятами. Мы как раз собираемся. Тем более, если найдёшь чего, то можешь спокойно продать торговцу найденное. И неплохо заработать. Интересно. Тем более, что пополнить финансовые ресурсы никогда не помешает. Отлично. Группа будет ждать тебя на выход из базы. Я вот хотел спросить Скифа. А ты здесь давно? Смотря с чем сравнивать. Уже 4 года здесь околачиваюсь. А такое ощущение, что только месяц назад пришёл. А откуда будешь? Да и что тебя самого-то сюда привело? С Чернигова я. Ты знаешь, по натуре я экстремал. Мне риск нравится. До прихода сюда занимался диггерством. Горным каякером. Лазил по горам. Ну и всё в этом духе. Так ты хочешь сказать, что все эти прелести жизни променял на радиационную зону, где пули летают, что те мухи вокруг навозной кучи? Эх, Клим. У тебя, случайно, не сканер в черепушку строен? Да, твоя правда. Звучит смешно. Конечно же, не совсем так всё было. Семья у нас была большая. Я за старшего. Две сестрёнки, два младших братика и мать. Отец где-то в Афгане пропал. Ни похоронки на него, никакой другой информации. Как будто не было человека на свете. Мать с младшим карапузом сидела. Так что забота о семье лежала на мне. После техникуму устроился на литейный. Ну, а так как опыта у меня ещё не было никакого, то дали мне оклад небольшой. Если бы жил один, то вроде бы и нормально. А вот в моём случае тех денег сильно мало было. Ну и решил я бизнесом заняться, чтобы семью ноль кормить да одеть. А в 80-х весь мелкий бизнес сводился к одной лишь шфарцовке. Джинсы, разные побрякушки, заморские, винил. А как ты ей занялся? Не вышел же ты на улицу и стал кричать, возьмите в меня спекулянта? Нет, конечно же. Тут всё намного проще было. У моего школьного друга был троюродный брат, у которого отец работал в посольстве СССР в Англии. Брат был своего рода поставщиком. Ну, а мы в роли сбытчиков. Знаешь, не жалею. Сам в джинсы ходил. Фантус, колы, пил. Да, и семье легче жить стало. Опасно, конечно, всё это было. Но по молодости о плохом как-то не задумываешься. Ну, а потом что? Да. Тут уже читать очень много становится. Я, наверное, пропущу. Вот, можете посмотреть. А год-то какой был такой ноу-хау? Да в такой дыре не оставили бы просто так. Год шёл 2004-й, как раз за пару лет до второй катастрофы. Но не совсем это ноу-хау. Сотова связь уже была, а эта больше на пейджер походила. Только экран размером побольше. А что написано-то было? Меня найдёшь в Припяти. Ясно. То есть здесь у него, видите... Ну, а владельца того пейджера и адреса-то сообщения нашёл. То есть он нашёл какой-то, получается, в зоне пейджер с таинственной надписью. Ты найдёшь меня в Припять. Ну, и пока скиф до Припяти, то как-то и не дошёл. Типа опасно там. И он прилагает. Если желаешь... То когда соберёшься туда пойти, то можешь его у меня взять. Может и владельца с адресатом найдёшь. Что-то я уж слишком заговорился. Не каждый любит своё прошлое вспоминать. А вот я как начну рассказывать, так меня не остановишь. Вот, собственно, мы, разработчики, говорили об этом. То, что у каждого сталкера, вот такого, имеется в виду, большого сталкера, ну, в упоре меня, то есть... Одного из главных квестодателей можно спокойно узнать, что и как у него с прошлым. И вот он нам рассказал свою целую историю. Конечно, я её полностью не прочитал, но основное я, конечно же, понял. Так что, друзья, если не хотите слушать вот такие вот истории, но я думаю, это довольно интересно, то вы проматываете тогда. Так, я ещё хочу заглянуть к техникум. Обрыться. Так. Ремонтируем. Я думаю, Калашников, что же... Думаю, стоит комбинезон улучшить, потому что... Давайте посмотрим. Вот, переносимый вес улучшим. Тут у нас количество контейнеров плюс два. Но это стоит две тысячи целых. Так, и что ещё? Тут у нас что-нибудь есть такое интересное. Ага. Ну, короче, давайте... Ещё ради защиты добавим. Тогда вот так, где-то. Всё. Деньги у нас есть, а мы как раз отправляемся в рейд, костюмчик надо было бы. Подделать. Здесь у нас имеется аномалия. Ну, естественно, никаких артефактов в ней не должно быть. У нас, кстати, веса всего лишь 14 килограммов. Хотя... У нас довольно много всего. Ну, да ладно. Нам сказали выходить вот сюда вот. Ну, артефактов здесь, кстати говоря, никаких нету. Это немного странно. Так. Вообще, на самом деле, локация довольно такая... Вообще, я не знал о существовании этой локации до вот этого момента. Так что я не впервые. Не знаю, как вы. Какие-то свалки у нас здесь. Конечно, всё прикольно. Очень-очень прикольно. Травка у нас здесь такая... Прям... Прямо изумительно. Ладно. Давайте поговорим с Киффом. Привет, брат! Здорово, сталкеры. Меня Климом клещут. Скифф приложил поучаствовать в большой охоте. Так почему бы и нет? Раз знакомству Клим. Меня можешь звать колдуном. Колдун с везоном есть. Это техник такой. Значит, план такой. Выдвигаемся ближе к аномальной зоне. Достоим болты и детектор. Ищем там ништяки. Да. Отличный план. Вот смотри, Клим. Вдали расположено аномальное скопление. Мы называем его спираль. Так как оно имеет своеобразный коридор, по которому можно пройти. Коридоры это своего рода проходы. Они ограничены аномалиями, ведущие к сердцу аномальной зоны, где можно найти нехилый артефакт. Если захочешь там искать, то будь предельно осторожен. Особенно, когда начнешь убираться. Ну что, благодарствую за предупреждение. Отлично, мужики. Выдвигаемся на позиции. Ну пойдемте, парни. Настроим. А здесь у нас что? Это ничего себе циркушка такая небольшая. Вообще, мне эта локация очень-очень сильно нравится. Не знаю. Откуда разработчики вообще взяли эту модификацию. Еще какие-то сталкеры. Интересно. Это есть у нас та самая спираль? Ну что-то я артефактов-то никаких не вижу. Зайти в аномалию спираль. Ну давайте попробуем. У нас тут радиация ужасная просто. А-а-а. Я понял, понял. Да, я просто глупый очень. Оказывается, что они побежали дальше. Ясно все. Вот она, собственно, эта аномалия. И давайте теперь уж здесь попробуем зайти. И вот тут сразу артефакт уйднеется. Продвигаться к сердцу аномалии. Еще чуть-чуть. Нам сказали продвигаться к сердцу. Ну вот. Теперь дальше у нас. А что мы? Мы уже нашли один артефакт. Этот артефакт у нас. Кровь капли, ну. Давайте аккуратненько. О, господи. Да и что? Тут уже везде аномалии. Так, ладно. Давайте обойдем. Везде аномалии, вообще просто ужас. Здесь у нас. Везде. Просто невозможно пройти. Как, как? Так, давайте сохранимся. Блин, почему первым? Первым в своем сохраняемся. Может быть... Как-то можно обойти? Слушай. Так, это неспонятно. Давайте-то я возьму. Здесь зона, кстати, раскуртаться артефактами. Но... Во. Аккуратненько. Вот мы, в принципе, и обошли ее, кстати. Было, ну, не то чтобы сложно. И у нас здесь некая катсценка появляется. Охренеть! Мужики! Я тут такой артефакт нашел! Думаю, это... Степаныч отвалит за него крупную сумму. Ну что, ребята, отлично поработали. Возвращаемся обратно. Ну, давайте. Так, у нас... Была отличная катсцена. Теперь главное выбраться. Вроде бы мы выбрались. Вернуться к Скифу. Давай. Удачи, сталкеры. Мы пошли. Еще там была какая-то... Охренеть, мужики, это у нас... Подожди, а почему луч? Вольный сталкер. А, это, короче, типа... Я немного не понял. Ну, ладно, это у нас, получается... Один из тех, с кем мы шли, тоже артефакта нашел. И вот он тоже, типа... Сказал, что... Ну, да, тут прям, конечно, вот я говорил про искусственный интеллект. Прям они тут все стоят, ищут. Ну, что-то как-то пока не находят. Получается, что еще один из сталкеров, который с нами был, тоже нашел артефакт. А что мы нашли? Вот это что такое? Генератор. Об этом артефакте ходит легенда, что он может заменить любой источник энергии. Если же сталкер будет носить такой артефакт, то он положительно повлияет на выносливость, быстрее восстановить силу, вообще класс. Просто идеально. У нас, кстати, радиация, не знаю, пока пройдет банан и не паять никакого здоровья. Прикольно, прикольно. Вообще, постановка скосценки мне явно нравится. Давайте забежим. У нас тут долго, в целом, сколько я понимаю. Так. Вот вы посмотрите на него. Сидит с каким-то артефактом, что-то копается. Ничего себе. Ну, у него никаких заданий не имеется. Да. Что-то у нас еще неинтересно есть. Вот ты у нас кто. Ну, ничего интересного у долговцев. Я не заметил, поэтому можно тут убираться. То есть, заданий никаких здесь дополнительных нет. Может быть, пока. Не знаю, это плохо. Задания дополнительные всегда нужны. Правда, бывает такое, что сюжет плохой, дополнительные задания плохие. Ну, тут... Будем надеяться, что основной сюжет здесь будет просто классным. Пожертвуем дополнительными заданиями. Ух ты, Скиф, интересную охоту у вас тут устраивает. Не думал, что получу столько адреналина. Понравилось? Вот и отлично. Только учти, в такие рейды, если опыта недостаточно, один лучше не ходи. А то закрутит так, что не выберешься. А так, может, хоть напарник выручит. Если и самого не закрутит... Да ладно тебе. Клим, убери серьезную маску с лица. Не меняющие лица ведь... Шучу я, но в каждой шутке есть доля правды. Ну, кстати, меняющие лица это из упавшей звезды. Благодарю Скифу. Вижу, ты мужик серьезный и уважаемый. Доверять тебе можно смело. Можешь кое-что подсказать, если спрошу. За доверие и благодарство. А что узнать хочешь? Да много чего. Может, ты догадался, что здесь неспроста, то есть не совсем охотник за хабаром. Загадку одну здесь разрешить хочу. Не догадался, но и не удивлен. Здесь в порядке вещей. Так. Когда ты еще до Варии, я жил в небольшом городке под названием Чернобаледин. Он вот Клим свою историю рассказывает. То есть здесь. За несколько дней до катастрофы, я стал свидетелем появления некой группы лиц с очень странным снаряжением и амуницией. Вертились некоторое время в районе станции, как будто изучая что-то. У них были портативные зонды, которые они направили в сторону станции, делали какие-то замеры. По крайней мере, было похоже на это. А самое удивительное было то, что эти люди распространили по городу информацию о страшной катастрофе, которая якобы должна произойти в ближайшее время и повториться через 20 лет. Я получил письмо с этой информации, хотя и мало что в ней поняв, все же решил с семьей покинуть город. Через несколько дней произошла предсказанная катастрофа, а группа бесчезла. А спустя 20 лет произошла и вторая катастрофа, образовавшая эту зону. Вот когда я и решил обвернуться обратно, найти свой дом и это самое письмо. В нем подробно было написано о каких-то аномалиях и явлениях. Но сам понимаешь, не всегда мы сильнее обстоятельств, так что, хоть решение было принято практически сразу, а воплотить его в жизнь удалось только сейчас. Тем более, что надо было подготовиться. Оставить семье средства на жизнь, раздобыть информацию о самой зоне, всем тем, что с ней связано. В общем, время даром все равно не терялось. Зато теперь шансы есть найти разгадку тех неизведанных, спавших своим предупреждением и одну жизнь гораздо выше, нежели на момент принятия решения. Ах, вот оно как. Получается, что те люди знали, что будет, и, может, возможно, они же могли предотвратить катастрофу, а, может, они ее и сами устроили. Интересно, кто же это будет? Вот такие же вопросы меня сюда и привели. Один в один. Надо попытаться это узнать, тем более, что их появление изменило мою судьбу. Так что для меня это уже больше, чем простой интерес. Видите, как мы перед скифом раскрываемся. Все ему рассказали. Я тебя понял. Ну что же, если будет всплывать, какая информация касаемо твоего вопроса, то я тебе обязательно расскажу. Тем более, что мне интересно стало. А пока рекомендую сходить к Степану, что торгашу нашему. Сможешь и деньжат заработать, да и свой арт продать. Хорошо схожу. Пообщаюсь. Надо же с местным населением. Контакт устанавливать. Личная цель найти письмо в старой собственной квартире. Чего себе. Значит, все вопросы или нет? Звуки, конечно, ужасные. Фук, закончился, друзья, выброс. Я тут послушал одну интересную. Историю от Шерлока. Я вам хочу сказать, что наверху, там лучше не прячься от выброса, потому что там нельзя спрятаться. Я не знаю, как там стоит скиф, но укрытие от выброса у нас находится только в баре. Здесь же... Ну, привет! Ну, здесь нас не пускает, да ладно. Ну, короче, у скифа я стоял, хотел переждать выброс и просто сдох. Даже не заметил этого, потому что был уверен в своей безопасности. Вот так вот бывает. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас за задание. Вот у нас есть одно задание. Это личная цель найти письмо в своей старой собственной квартире. И это находится у нас вот здесь. Да, вот он момент истины. Интересно, что стало с моим жилищем. Дом-то, хоть надеюсь, уцелел. Было бы хорошо, если бы квартиру не разграбили или не поселился кто в ней. Надо побыстрее добраться до дома, а то так гадать и мозги свернешь. Найду письмо, а там сразу видно станет, что дальше делать. Ну и письмо, как вы поняли, у нас там информация об аномалиях, и что-то вот в этом роде. Ну, перед этим давайте заглянем к Петровичу. Я думаю, у него есть какое-то задание. Я хотел, кстати, обратить ваше внимание, потому что история вот этих сталкеров достаточно интересна. То есть это и обычные анекдоты, которые они травят на скатуске, а здесь другие истории, и они достоинны вашего внимания. Можно иногда даже послушать. Привет, как торговля? Бойка идет? По-разному бывает. Удачный день у сталкеров, значит торговля будет. Если порожняком проходит, то все равно будет. За водкой придут. Значит, ты по-любому в плюсы, да? Только разница в том, какой он будет. Обычный или жирный? С тобой все ясно. Нет ли для меня какой работенки? Работа всегда найдется, только обычная. Я ее кому попало не поручаю. Я тебя впервые вижу и не знаю, можно тебе довериться с таким делом. Насчет работы мне Скиф посоветовал к тебе обратиться, так что я не кто попал. Скиф, говоришь, ладно, это меняет дело. Скифу я доверяю, как тебе, как себе. Если он сказал, что можешь, то, слушай, мне нужны некоторые документы из одного тайничка, координаты я тебе дам. Принесешь в целости и сохранности. Заплачу хорошо, не обижу. Ну и отлично, деньги лишними никогда не бывают. Значит, слушай, недавно наши ребята куда-то от Сталкера ломанули. Ну и информация, соответственно, мне пошла. Куда дан некий ориентир заныкал в Чернобыле-1, в здании на первом этаже. На здании есть лестница на крышу, а рядом куча аномалий. Но пройти можно. Так вот, направить эту наводочку в нужное русло, да, отыскать-то. Если согласен, то... Да, это будет сложно. Если согласен, то тогда вперед и спей. Удачи. Вопросов, впрочем, нет. Как что-нибудь найду, так сразу тебе маяк. На встрече. Найди тайник по наводке. Надеюсь, здесь будет написано. Ну и задачи, Степаныч, задается. Феминая голова, много ли здесь зданий, имеющих лестницу на крышу? Если много, то уже один этаж обыскать проблем не составит. Тем более, что аномалий на верыкане у каждого такого здания. Я надеюсь, быстро найду этот тайник. Ну, он сказал, в Чернобыле 1 ввозе новости, дом культуры, аномалия буря, лагерь убежище, скопление электроаномалий. Вот, ввозу здесь где-нибудь имеется. А тут, ну что? Аномалия пожара. Это вот как раз вспышка, к которой мы ходили. Странно, странно, но, ну ладно. Артефакт, артефакт я, наверное, продавать не буду, пусть будет. Ну, что-то, что-то дадим. Пора. Вспомнил вот. Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это, слышь, золотую рыбку мне подгони, баблаки, но сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох, получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это, это же, ведь говорит, артефакт такой, радиоактивный. Новый русский. Не, ну, хоррегна, артефакт, артефакт, я же его не в трусы положу. И я как полагается на цех кружу, у тебя еще все как у людей. Короче, ясно. Нам все равно сейчас нужно проляться в Ченобаль-1, но давайте, я прям с вами побегу, потому что у нас денег практически нет, хоть немного патрончиков прикупил, медикаменту достаточно. В принципе, все у нас нормально. Кабинезон подлатать, это так, ерунда. автобус. Не знаю, тайников я пока здесь не находил, но я особо и не искал. Нам в ту сторону. Давайте, может быть, все-таки заглянем в церковь. Господи. Откуда здесь мины, слышите? Ничего себе. Вот это прикол. Да, такой прикол меня, конечно, совсем не радует. Да, это очень плохо, но я сходил, пришлось вернуться, починился. Какой еще продал, кой еще не продал. Вот это да. Тихо. Вот это вообще прикол. Ужас. случайно на мины нарвались. Ну, причем, вот надо же, это вот такое вот везение у меня, сталкерское, что прямо вот именно надо на мины нарваться. Так. можно для какого-то проникнуть в эту церковь, церковь ушку. Ну-ка. Просто мне интересно, что здесь да как. Ага, вот, собственно, и вход. Ну, ничего интересного. Ох, пана. Нет, нет, вы смотрите, не зря я все-таки сюда зашел. Это, это ясно. Ну, так. Спасибо за тайничок. Вот это нам пригодится. Хоть и патронов немного, но это у нас и мой сберг. Иногда можно и пострелять будет. Так. Нам бежать в ту сторону. Тут, в принципе, совсем недалеко. Здесь у нас никаких нет артефактов. Мне вот что нравится в этой локации, то, что вот именно растительность. Растительность здесь прям проработана вообще классно. Каждая травинка. Вот все ты прям видишь. Вот это вот мне нравится. Ладно. Так. Нужно быть предельно аккуратным. Потому что мы уже, собственно, подходим. Конечно, сейчас каждое здание обыскивать я не буду. Ага. Я понял. Это у нас короче в этой в облиме Lost Remake 2.5. Здесь у нас бар находился. Все. Я начинаю вспоминать. Потихонечку. А тут у нас тоже находится. Что-то у него такое. Автоматический диалог. Блин. Вот нутов нельзя обыскивать. Это плохо. Да. Здесь бар тоже, как вы можете посмотреть, находится. Так. Но куда нам надо? Нам скопление электроаномалии. Это у нас где? у нас с другой стороны. У нас здесь мутанты. Тогда все ясно. В принципе, что у нас за Чернобыль? Э, 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 э. Мы так не договаривались. Ну, ребят. Вообще так не договаривались. Все. Это давай взорви. У нас, кстати, еще тут труп сталкера. Эти убежали. Давайте посмотрим, что за труп. Так, слушай. Патрончиков я возьму. Этих тоже. И тут. Калашик нам тоже путь будет. Давайте заглянем еще в какой-нибудь домик, посмотрим, что-нибудь здесь есть интересненько. Ну, вроде бы, ничего прям такого не вижу. Вот и подвал. Вот в подвале отвечаю, что-нибудь здесь интересно. Так, здесь ничего. Вот опять костер вроде бы есть, а вроде бы и нет. Ну, что здесь интересно? У меня в подвале. Плохо. Давайте сохранимся. Еще мы вот здесь не были. Думаю, здесь тоже ничего интересного у нас нету. Ладно. Нам нужно искать здание с лестницы. Давайте. Это явно не оно. Ничего здесь нету. Давайте заглянем в бар. Тогда уж что. Это у нас получается бар наемников, что ли? Прикольно. Прикольно. Ничего себе. Как у нас? Ну-ка. Это у нас наемники, но ничего. Вот, вот, кто ты. Такой крюк. Но пока поговорить ни с кем из них что-то как-то не получается. Ничего здесь интересного нету, а не просто. Ну, ясно. Нет, так и нет. Давайте искать это здание. А ты у нас кто? Фугас. Ты тоже наемник? Только попробуй рыпнуться. Пристрелю. Вот. У нас здесь есть скопление аномалий. Так. О, тайничок. Ух ты ж. Что это у нас такое? Записка очевидца. Ничего себе. Схрон сталкера. Отдать записки очевидца Степанычу. Вот это да. Что-то как-то мы быстро нашли. Мне кажется. Но прежде чем возвращаться обратно, нам нужно сбегать отыскать письмо. Давайте этим займемся. может быть и это тот самый бар из Аблина Лос-Ремейка, но он значительно переделан. Просто изменен очень сильно. Поэтому разработчикам респект отдельный. Но я хочу вам прочитать эту записку, потому что она очень, по-моему, с нами слишком сильно связана. Вот мне так кажется. Смотрите. Пора уезжать. Все-таки прав был Климов. Климов. Она зовут Клим. Скорее всего, это мы и есть. На станции вчера произошло что-то неладное. Ничего пока не говорят, но я видел их лица встревоженной и взволнованной. То есть и задание Степаныча тоже связано. Да. Нам вот именно сюда нужно но давайте наверх, потому что квартира у нас наверху. Так, явно не здесь. Ждем пока метка. Почему-то двери все какие-то розовые. Это странно. Это очень странно. Сейчас тут по-любому будет какой-нибудь мутант. Поэтому сохранимся. по этому поводу. Так. Это наша квартира. Прочитать письмо. Ух ты. Сразу же анимация появилась. Книги какие-то. Ясно. Давайте прочитаем. Документация 1986 года. Информация, которую Клим получил еще до аварии. Когда жил бы в окрестностях Чернобыля наверняка там есть интересные сведения. Прочитать письмо. Повещение граждан, проживающих на территории города Припять и Чернобыль. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что в город Припять и близлежащих районов складывается неблагоприятная обстановка. В связи с экспериментами, которые проводились в лабораториях, может произойти крупная авария на Чернобыльской атомной электростанции, что в дальнейшем приведет к образованию электро- и термальных полей, происхождение которых не изучено. В целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть город. Выручайте кто-нибудь, а? Сразу какой-то сталкер у нас просит о помощи. Где он? Ну-ка. В эти раз надо было, надо было посмотреть, куда на помощь зовет узнать, что произошло. Ну, записки, как вы поняли, мы прочитали, можно еще раз почитать. Это как раз мы нашли. Но получается, нашли и по заданию Степановича, записку и записку, которая нам нужна. они очень сильно друг с другом связаны. И в той и в другой есть что-то связанное с нами. Давайте окликнем все. Господи. Этот сталкер, кстати говоря, появился после того, как это приманка. Отвещают по-любому, что-то не то с этим сталкером. Это такой барон. И сталкер, помоги, брат, чую, скоро придет мой конец. У меня с собой столько аптечек, я тебя перевяжу и дотащу до лагеря. Тебя мне не дотащить живым, а я чувствую, как становится холодным. Ля, что хоть произошло? На этом месте была назначена сделка. Мне надо было передать кому-то документы с информацией о событиях, произошедших здесь в 1986 году и о группе, которая занималась проведением экспериментов. О, боже. Здесь же в зоне, но в том виде, в каком она была до этих событий, все шло как всегда. Я пришел один с документами, как и договариваюсь. Вот дурак. Надо было их в тайнике сзади. Видишь, не было бы сейчас у меня столько дырок. Они подошли, просто открыли борьбу, забрали, принесены документы и ушли. Кто это хоть был? Наемник. Их база находится в бункере, недалеко от лагеря сталкеров. Этот бункер минует убежище. Туда просто так не войдешь, охрана там постоянно. Эх, ну покойся с миром, приятелем. Значит, где питают наемники, которых упоминал Скиф? Мне теперь известно. Странно, все это за какие-то старые бумажки вот так просто берут и убивают, урешая все договоренности. Надо бы рассказать Скифу, возможно, намечается какая-то заваруха. Эпизод 2. Горизонт событий. Обыскать труп барона. Пуда барона. Барон обладает важной информацией, связанной с событиями 1986 года. Однако, Пуда за шифром. Доступ к информации заблокирован. Найти специалиста по взлому Пуда. Ясно. Давайте возьмем патроны в том числе. Калашникова, кстати говоря, лучше. Но в чем-то лучше, в чем-то хуже. Вот такие у нас события происходят. Да. То есть, мы нашли и свое письмо, и плюс еще записки очевидцев некие. И все это очень сильно связано друг с другом. Ну что ж, друзья, думаю, пора эту серию заканчивать. Ставьте лайк, если хотите, как можно скорее увидеть следующую серию, в которой мы будем разбираться дальше с нашими проблемами. А где у нас это убежище? База сталкеров? А убежище у нас где? Нормалья спираль. Нормалья. Это очень странно. Но ничего, мы еще с этим разберемся, наверное, может быть, где-нибудь здесь просто нету такой мини-локации на карте. Ну что ж, всем, кому понравилась эта серия, уже повторяю, ставим лайки, и следующая серия выйдет как можно скорее. Ну что ж, друзья, с вами был Арзен. До встречи, сталкеры. Субтитры сделал DimaTorzok